Вот такую инфографику на днях опубликовал Минздрав. Разработали вместе с Обществом врачей Латвии. Впредь после пропуска школы или детского сада из-за болезни справка, чтобы вернуться на занятия, больше не нужна. По комментариям к посту видно, мнения делятся. Вот кто-то рад нововведению, а кто-то озадачен. Ведь если справка больше не нужна, то некоторые родители могут отпускать ребенка в школу больным. Для работников Рижской 34-й школы это сообщение от Минздрава также стало сюрпризом. Мне кажется, это совершенно неправильная инициатива. Она, конечно, предполагает разгрузку семейных врачей и врачей вообще. Но мы должны смотреть на вторую сторону медали. А что будет с детьми? А своевременно ли мы среагируем на то, что у ребенка со здоровьем не все в порядке? И насколько этот конкретный ребенок создает риски для нашего коллективного здоровья и коллективного иммунитета? Вот кабинет школьной медсестры. Она говорит, бывает, в день приходят по 30-40 детей. Сегодня я вот отправила три человека с температурой, да, невысокая. Ну, 37,3 – это уже температура, да, отправила домой. Одну девочку с болями в животе. Есть у нас 724 ребенка, педагоги. Это же быстро все распространяется. У каждого своя иммунная система, свой иммунитет. Кто-то покрепче, кто-то совсем ослабленное. Но пока это просто инициатива. Совет для родителей. И в школе решили, пока нет утвержденных правил, будут придерживаться старого порядка. Без справки от врача можно пропускать не больше, чем два учебных дня. В Минздраве же уверены, что без таких справок можно обойтись. Этот призыв основан прежде всего на тревоге, поднятой семейными врачами, стоматологами и другими специалистами. Они очень загружены, и поэтому не могут уделить достаточно внимания другим людям, которым в этот момент может понадобиться медицинская помощь, особенно в периоды эпидемий. Но они вынуждены выписывать, скажем так, бесполезные справки, что является чисто бюрократией. Родитель не врач. Как он может понять, отпускать ребенка в школу или нет? Поэтому и есть этот информативный материал, где мы призываем, если, например, есть признаки легкой инфекции, температура тела не повышена, подержите ребенка дома три дня, последите за его здоровьем. Если состояние улучшается, можно вернуться в школу или садик. Если ухудшается, то надо связаться с врачом. Как снег на голову, этот призыв Минздрава оказался не только для родителей и директоров, но и для Министерства образования. Сегодня два министерства встретились, чтобы обсудить вопрос. Дискуссии продолжатся, но к кое-какому компромиссу все-таки удалось прийти. Это мог бы быть такой алгоритм в виде пяти дней два раза за учебный год. Конечно, остальные случаи обсуждались бы, и школы сами внедрили бы изменения в свои внутренние правила, так и в каких случаях оправдаясь другие причины отсутствия школьника. Впрочем, пока это только на уровне дискуссий и рекомендаций от врачей. Министерство продолжит обсуждать этот вопрос. Юлия Бита, Андрис Предитис, ЛСМ+.